Когда я вернулся с войны, я написал письмо в колхоз, что с моими родителями. Получил письмо на полстраницы «Ваш отец и вся ваша семья расстреляны немецко-фашистскими оккупантами. При первой возможности я дома побыл. Соседи-крестьянки мне рассказали, как все это было. Кровь жила, стыла за кожей мороз, и не удержаться было от слез. Дом наш стоял на берегу реки, а река эта до сих пор меж глазника течет и вьется. Мы долго с сыном стояли на том берегу. Кричал я, думал, что может быть кто-нибудь да отзовется. Никто не отызвался. И с дочкой побыли на братской могиле. Добрые люди там памятник установили. Плохучая ива теперь там растет. Рядом счастливые люди живут, а летом козы пасутся. Рядом живет счастливый народ. Подо мной были еще два братишки и сестреночка, понимаете. Приехал из города полицай, приказал старости запрячь телегу. Их всех посадили, понимаете. Старший из моих младших братьев хотел было бежать. Так полицай вынул пистолет, хотел было стрелять. Мать закричала, его поймали и вернули. И через сутки в Мстиславле их всех расстреляли. И утром, когда встаю, и вечером, когда ложусь спать, не могу, чтобы об этом не вспоминать. Об этом и о времени том. Семь камней в луну лежать на огороде у меня под окном. Мне кажется, что мои родные, как те солдаты с кровавых непришедших полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Летит, когда по небу клин журавлей этих усталый на исходе дня. Мне кажется, что там клину есть промежуток малый, который там оставлен для меня. И поднимусь я вместе с ними, и растворюсь я в поднеместной мгле. И пожелаю вам, друзья, туда, чтобы вы жили долго-долго на нашей прекрасной и несчастной Богом созданной земле. Субтитры сделал DimaTorzok